Приветствую всех, с вами Михаил. Это обзор Creative G6. Вы давно его ждали, получайте. Хочу сразу сказать, это не рекламный обзор. Я на протяжении последних 2-3 лет постоянно писал и в Asus, и в тот же самый Creative, и никто из них мне нормально не ответил. Да, у меня есть отношения с компанией Asus, они про меня знают, я уже делал обзоры их наушников, я делал обзоры ноутбуков Asus, в общем, у меня с ними есть контакт. У меня есть контакт со многими компаниями, но вот с Creative у меня не было абсолютно никакого контакта, и за него я хочу поблагодарить именно вас, потому что компания Creative со мной связалась и предоставила, наконец, все эти звуковые карты, которые я давно просил, и от них, и от их конкурентов, именно по вашей наводке. Один из подписчиков связался с ними, объяснил, что люди хотят знать, ну и они связались со мной уже, пообщались и предоставили все эти звуковые карты, включая сегодняшнюю G6 на обзор. Причем никаких денег, никаких условий, просто железо, и мое мнение о нем. А еще перед этим обзором я выпустил несколько роликов, которые должен был вас подготовить, собственно, к этому обзору. Мы говорили про качество звука, про разрешение, даже сделал такое общее видео с рынком звуковых карт, где показал, что, в общем-то, есть у конкурентов, у тех же самых Asus, неплохие решения, но все они достаточно старые. И именно по этой причине, я думаю, они мне и отказали в предоставлении экземпляров для сравнения, для тестирования и так далее, потому что эти звуковые карты просто-напросто давно на рынке. Но не захотели, так не захотели. Если Asus вдруг захочет обзоры их звуковых карт, может быть, какие-то новинки появятся, я с удовольствием их сделаю. Тем более, что у Asus есть богатый опыт создания хорошего звука. Я вам более того скажу, в создании вот этих вот самых последних звуковых карт от Creative и создании топовых Asus принимали участие российские инженеры. Одни и те же люди, по сути. Внешний вид карточки Creative Sound Blaster G6. Это вот такое вот небольшое устройство. Сперва кажется, что оно даже металлическое, но, к сожалению, это пластик. С металлом было бы круче хотя бы потому, что карточка была бы более устойчивая на столе. А за устойчивость здесь отвечает вот такая вот прорезиненная поверхность. Да, это не позволяет карточке прямо ездить по столу, но вместе с тем карта легкая. И когда вы будете, например, вставлять наушники, либо микрофон вот сюда вот в эти входы, карточка неизбежно будет двигаться. Регулировка громкости здесь без отсечек. Это вот такой вот регулятор. Им пользоваться не очень удобно, когда сюда вставлен, допустим, микрофон, а сюда вставлен наушник. И, соответственно, ну, вы понимаете, да, рукой подлезть достаточно сложно, либо надо как-то вот так пальцем это делать. Короче говоря, могло бы быть это сделано и поудобнее, если бы корпус этого устройства увеличили. Зачем его делать таким маленьким, не очень понятно, потому что все равно с телефоном вы не будете использовать эту карточку. Но, в общем-то, думаю, что вам более-менее все понятно. Подключение. Ну, давайте я достану, соответственно, мини-USB отсюда. Да, конечно, очень хотелось бы, чтобы это был Type-C, но, ну, вот, почему это не делают Type-C? Вот, честно, я не понимаю. Мини-USB вам надо думать, каким концом вставить. Я понимаю, вы это делаете нечасто, но вот бомблю я на это. Хочу, чтобы везде был мини-USB заменен на Type-C. Здесь у нас вход оптический, здесь у нас выход оптический. С помощью этого вы можете подключать любые свои приставки и любые другие устройства, в том числе работает сквозное подключение, что удобнее. Здесь имеем кнопочку Scout Mode. Вот именно эта кнопочка моргает, когда у вас режим Direct, то есть отключены все лучшайзеры. И горит, когда работает этот самый Scout Mode, с помощью которого вы будете там слушать противников и так далее, и так далее. Бластло чистой воды, ну, кому-то может понравиться. Что такое кнопочка SBX? Это переключение на вот эти все дополнительные эффекты, расширение стереобазы и так далее, и так далее. Тоже этим можно не пользоваться, если вы этого не хотите. А можно пользоваться в играх и в киношках вполне юзабельно. Что у нас здесь? Это переключение Гайна. То есть у нас, по сути, регулятор громкости железной. Если вы используете так называемые IEM-наушники, то есть с низким сопротивлением очень, у вас установка L. То есть громкости будет физическое ограничение. Вы не сможете порвать свой слух и заодно вместе со слухом наушники. Переключаем на H, и у вас мощности хватит даже для того, чтобы раскачать какие-нибудь очень крутые, очень дорогие, очень тяжелые наушники. Мощь в этой карточке хоть отбавляй. Смотрите, что здесь еще есть. Первый индикатор, вот точечка, это наличие подключенного микрофона. Второй индикатор, работа режима Dolby Audio. И третий, это подключение, соответственно, наушник. Ну и что приятно, все вот эти функции, они доступны как через софт, так и вот с помощью кнопочек. Кстати говоря, обратите внимание, вот этот мигающий диод обозначает именно Direct Mode, в котором отключены все улучшайзеры, что, на мой взгляд, прекрасно. Нажали кнопочку с помощью программы, нажали кнопочку здесь. Как вам удобнее? Ну ладно, хватит всей этой демагогии. Давайте посмотрим, какие же замеры у нас получаются в Rightmark Audio Analyzer у Creative Sound Blaster G6. И как вы видите, оценки здесь просто отличные. Есть одна оценочка «хорошо» и одна «очень хорошо», это как бы чуть хуже. Но здесь мы уперлись в возможности моего измерительного оборудования, которые на данный момент хоть и достаточно хорошие, но бывают лучше. Давайте взглянем на то, как измерили эту карточку на сайте AXBT. У них оборудование там что-то порядка полляма стоит. У меня немножко подешевле. Так вот, оценочки здесь еще лучше, здесь уже все показатели еще выше, как видите. Вот здесь у нас и уровень шума, и динамический диапазон. И вот эта вот оценочка «гармонические искажения», которая у меня не очень хорошо вышла. И вот эти вот оценочки у нас просто хорошо здесь, отлично. Ну, короче говоря, вот неравномерность АЧХ, например, у них получилась гораздо ровнее. Правда, я не знаю, они это измеряли с нагрузкой или без. Я измерял с нагрузкой 80 Ом. Но, так или иначе, видите, да, показатели великолепны. Теперь возвращаемся к моим измерениям. Но, в общем-то, давайте посмотрим сначала на графики. У нас есть небольшой завал. Повторюсь, я измеряю это с нагрузкой 80 Ом. У нас есть небольшой завал на низких частотах. Вы его никак абсолютно не услышите своим слухом. Он на 0,3 дБ, человек такой не улавливает. И есть завалчик на высоких частотах. Он находится, во-первых, за границей слышимости, потому что это все находится где-то в районе 17 кГц. И то падение где-то на 0,5 дБ. А во-вторых, потому что порог слышимости вот по дБ у человека тоже не позволяет это услышать. Короче, крутой график, хотя мог бы быть еще идеальный. И он идеальный, собственно, в измерениях сайта XBT. Смотрим уровень шума. Ну, в общем-то, примерный замечательный уровень шума. Его можно сказать, что нет. Кристально чистый график. Добавить нечего здесь. Здесь тоже, ну, можно сказать, на уровне профессионального оборудования все. Посмотрите, какие чистые замечательные графики. Добавить здесь нечего. Даже с моим неидеальным оборудованием, эта карточка показывает замечательные результаты. Кстати, забавный факт. Помните, недавно я обозревал свисток от TempoTech, в котором стояло целых два Cirrus Logica 43-131. Так вот, забавный факт в том, что G6 работает всего от одного Cirrus Logica 43-131. Но благодаря правильной сделанной обвязке, G6 выжимает из этого Cirrus Logica все, что в нем есть. Потому что просто-напросто усилитель у G6 настолько хорош, что его собственные искажения ниже, чем искажения этого ЦАПа. А вот в том свистке, несмотря на наличие двух таких ЦАПов, все намного хуже. И по звуку, и по циферкам в измерениях. Надеюсь, что любители циферок удовлетворены. А теперь давайте немножко посмотрим на софт. Про софт Creative Sound Blaster Connect я вам подробно рассказывал в отдельном ролике. Еще можете, кстати говоря, посмотреть ролик про Creative Sound Blaster Command. Это более новая версия, более новое поколение софта, которое скоро, по слухам, заработает Creative Sound Blaster G6. Оно написано на совершенно другом языке. Оно не такое глючное. И я уверен, что многие те проблемы, которые сейчас есть с софтом Creative Sound Blaster G6, в новой версии будут отсутствовать. Я, конечно, не могу вам дать в этом гарантию, но я очень на это сам надеюсь. Хотя, мне кажется, именно для этого новую версию и написали, чтобы избавиться от тех проблем, которые были не решены в старой версии софта, которая называлась Sound Blaster Connect. Традиционно у Creative нет никаких проблем с железом, с качеством звука, но у них всегда были серьезные проблемы с софтом. И это я могу подтвердить по собственному опыту. Вот у меня, допустим, вот здесь вот лежит замечательная карточка EMU-1616M, которая по своим характеристикам просто вот она божественна. Она на уровне профессиональных дорогих карт. Но чтобы она заработала, ну, правда, карточка старенькая, и официальных драйверов под десятую винду на нее просто нет, мне понадобилась неделя чтения в форумах, ковряния, в реестре и вот этого всего. Она заработала, но она так и не работает так, как мне хотелось, и поэтому, скорее всего, я ее буду продавать. Но сейчас мы говорили все-таки о старом софте. А вот новый софт Creative старается делать уже без большинства этих самых глюков, но не может избавиться от них до конца. Например, возьмем Sound Blaster Connect, в котором директ-режим, то есть в котором отключены все, вот сразу вот такой рубильником отключены все лучшайзеры, не работает микрофон. С чем это связано, непонятно. Люди об этом писали в комментариях, я проверил, действительно не работает. Поэтому, когда вы играете в игры, и, допустим, хотите использовать микрофон, пожалуйста, переключайтесь вот в обычный режим из директа. Вы не сильно потеряете в звуке, я вам больше того скажу, и в основном именно в этом режиме и будете играть, потому что там идет всякий вот этот 7.1 и все прочие дела. Но, тем не менее, если вы в директе, допустим, слушали музыку, и вдруг вам кто-то позвонил, и вы решили пообщаться по скайпу или там дискорду, например, вам придется переключиться из директа в обычный режим, потому что в директе микрофон почему-то не работает. Приведу один пример. Человек мне писал, что почему-то его Creative G6 постоянно мигает лампочкой Scout Mode, когда он переключает в режим директ. И якобы он не может совсем слушать музыку в этом режиме, потому что вместо директ, вот этого самого правильного, скажем так, режима для прослушивания музыки, у него включается игровой режим, в котором он якобы должен слышать лучшие шаги. Но в реальности дело обстоит совсем не так. Достаточно открыть инструкцию, и в инструкции черным по белому написано, что мигающая лампочка Scout Mode обозначает как раз переключение в этот самый режим директ. То есть все правильно, чувак, ты просто не читал инструкцию. И вот в том числе с такими проблемами люди сталкиваются. Они не понимают что-то и думают, что работает что-то не так. На самом деле, как правило, все работает именно так. Но в некоторых случаях надо обновить софт или прошивку, микропрограмму. Все это можно сделать без всяких проблем и всегда доступно на сайте Creative. Теперь, что касается качества звука Creative Sound Blaster G6 и моего субъективного мнения о нем. Я сравнивал эту звуковую карту со своей встройкой. У меня довольно дорогая, качественная, современная звуковая карта, встроена в мою дорогую, качественную материнку. Это Aorus Master Z390. На ней, между прочим, стоит ESS и выделенный усилитель. Вот так вот. Я сравнивал G6 против AE9. Это карта, которая находится в гораздо более серьезном, скажем так, ценовом сегменте. Я сравнивал G6 против довольно дорогой, качественной китайской звуковой карты с отдельным усилителем. Речь идет о Topping D50S плюс усилитель Topping A50. То есть, вполне серьезная и сопоставимая с той же самой Creative AE9 и даже чуть подороже системой из Китая. И знаете, что я должен сказать? Вот эти все слова про то, что в новых звуковых картах открытиев очень серьезно поработали над начинкой, это не просто маркетинг. Потому что, ну, мало того, что моя встроенная, хорошая звуковая карта в мою дорогую материнку, она просто отдохнула по детализации, по объему, в общем, по всей сцене. Это нельзя сравнивать, если у вас хорошие наушники. Да, стройки сейчас научились делать просто потрясающе. Еще лет 5-10 назад это было прям вообще все плохо. Сейчас, если у вас нет хорошей звуковой карты, типа Creative G6, той же самой, спокойно сидите на стройках, они отличные. Но если ты начинаешь их сравнивать в хороших наушниках, на хороших файлах, в хороших условиях, ты эту разницу видишь невооруженным взглядом. Теперь сравнение с Creative Soundbuster AE9. Да, у AE9 более богатый звук. Да, сцена более такая наполненная, более широкая, более очерченная. Вы лучше слышите, где какой-то музыкант стоит в этой самой сфере. Вы слышите каждый инструмент лучше, вот, знаете, так вот, объемно более выделенный и разделенный от других инструментов. И вместе с тем, это звучание получается таким более монолитным и слитным. Вы его просто-напросто лучше ощущаете. Но эта разница настолько маленькая, что, честно скажу, я не уверен, что при слепом тестировании, вот так вот просто в обычной обстановке, даже в хороших наушниках, я сразу определю, где у нас AE9, а где у нас G6. Кстати говоря, я вам обещаю провести вот такое вот слепое прослушивание, и вы его увидите на моем канале. Что касается сравнения с довольно дорогим, в 4 раза более дорогим китайцем, здесь я должен сказать следующее. Обе этих звуковых карты, несмотря на разницу в цене, уверен, найдут своих поклонников. Потому что в одном случае мы имеем такой более аналитичный, более такой мониторный звук. В другом случае мы видим такой вот фирменный, креативовский, панчевый. Прям буквально, чтобы каждая частотка, каждый инструмент словно хотел выпрыгнуть из ваших наушников звук. Его можно даже таким назвать немножко накаченным. Но и один, и другой звук очень крутой. Я не могу сказать, что один лучше другого. Они просто разные. И несмотря на то, что цена у них различается в 4 раза, в некоторых случаях я уверен, что креатив саундбластер победит, я бы сказал, даже победит 50 на 50. Потому что в данном случае все будет зависеть прежде всего от личных предпочтений людей, а не от пресловутого качества звука. Короче говоря, креатив саундбластер G6, по моему личному мнению, может спокойно слушаться даже людьми, которые привыкли к хай-фай или хай-энд звуку реально большого, серьезного уровня. При этом в интернете я встречал отзывы, связанные с тем, что человек не слышит разницы между своей встройкой и, допустим, креатив саундбластер G6. Я лично не понимаю, как такое может взяться. Единственное, на что я даю возможность появления таких отзывов, то, что человек ее просто-напросто неправильно настроил. И, как ни странно, такое тоже бывает. Например, люди не знают, что можно зайти в свойства управления звуком и поставить 48 кГц на 24 бита. Не надо больше ставить. Поставьте вот хотя бы эти значения, и карта уже будет играть гораздо лучше, чем есть в вашей встройке. Конечно, если у вас хотя бы более или менее нормальные наушники, и вы слушаете музыку низконтакта. Но для тех, кто не доверяет моему мнению, на том же Яндекс.Маркете есть 56 отзывов про Креатив G6. Вот, например, отзыв не очень хороший. Почитайте, что пишет человек. Но в основном отзывы как раз хорошие. Люди пишут свое личное мнение, обсуждают карточку, прилагают фотографии, сравнивают ее с другими продуктами, в том числе от конкурентов. Гоу читать отзывы. Ну а для тех, кто выбирает между AE5 и G6, скажу следующее. Обе карты хороши. Обе карты используют хорошие дискретные усилители. Обе карты используют хорошие ЦАПы. В случае с G6 это 43-131 от Cirrus Logic. И в случае AE9 это 90-16 от ESS. Очень хорошая начинка в обеих картах. Ну и еще у G6 чуть-чуть лучше АЦП. То есть аналоговое цифровое преобразование. Значит качество записи микрофона будет тоже чуточку лучше. Но это не тот уровень, который стоит обычному геймеру выбирать для своего дискорда или там игр чата, ну и всего остального. В обеих случаях будет очень хороший звук на цифровке. То есть G6 это такое мобильное устройство, которое можно в том числе и с приставками использовать, и с ноутбуком, и где угодно. Даже с телефоном в теорию можно. Но AE5 подойдет прежде всего тем, кто хочет себе выход на какую-нибудь 5.1 систему. Потому что G6 это стереоустройство, а AE5 имеет возможность вывода на разные колонки вот этого самого объемного сигнала. У G6 есть только виртуальный объемный звук. У AE5 он есть настоящий с выходом на вот эту всю акустику. Подводим итог. Я искренне могу рекомендовать крейдив Soundbusters G6 любому человеку, который хочет получить хороший звук, но не готов тратить на него за облачные деньги. Что касается недостатков, это прежде всего не идеальный софт. Он удобный, в нем есть куча функций и так далее, но кое-что иногда глючит. Не часто, да, и это исправляется. Но тем не менее, идеальным софтом я это назвать никак не могу. Второй недостаток вы тоже уже слышали. Это вот сам по себе форм-фактор. Карточка маленькая и легкая. Когда вы будете подключать что-то в нее, либо менять громкость вручную, вы будете задевать это все, она будет сдвигаться на столе. Ну в общем вы понимаете, хотелось бы, чтобы это все стояло стационарно и никуда не двигалось. Во всем же остальном, эта карта просто-напросто великолепна. И прежде всего, еще раз повторюсь, она мне очень понравилась по звуку. Ну и повторю то, что говорил в предыдущем ролике. Звуковую карту вы покупаете один раз и на много-много лет. Этого видеокарт поколения постоянно сменяются. А звуковую карту можно спокойно купить на 10 лет и вообще не париться. Поэтому здесь я не стал бы экономить. Если выпуск вам понравился, оказался полезным, не забудьте его прокомментировать, поставить пальчик вверх. Ну и подписаться, если вы здесь впервые. А с вами был Михаил. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok